Едем дальше. Третий урок. Махи и развороты. Что является базовым махом или что вам приходит в голову, когда вы говорите мах и при этом вы говорите о футворке? Конечно же, свип или подсечка, да? Чаще всего ребята недооценивают это движение. Опять же, вот вроде поняли, нога пролетает, не касается пола. Все, на этом останавливаются, двигаются дальше. Но, ребят, что я хочу здесь затронуть? Мах – это то, что задает движение, импульс для дальнейшего танца, дальнейшего развития событий. Если я говорю о махе, то я думаю о движении на протяжении всего его движения. То есть не только в начале, да, бросил ногу и дальше уже как пойдет, а об этом уже не думаешь. Нет, это совсем не то. То есть вы ведете ногу до конца. Если вы делаете правильно, то вы почувствуете, как вас, именно когда вы закончите, именно, да, вот опустите ногу, вы почувствуете инерцию, которая будет вас тянуть дальше вслед за этим махом. Да, то есть если я делаю… Да, я чувствую, как меня нога уносит. Как раз это и есть то, о чем я говорю. Здесь это понятно, да, вот вы бросаете ногу, это привычно. Но если, например, я не перекидываю ногу на подсечку, а если я хочу просто сделать хук, то же самое, ребят, не имеет значения. Вы делаете хук четко до конца. Но при этом зрителю, судье, сопернику должно быть заметно, что вы бросаете ногу именно махом, да, то есть… А не просто, да, выпрямили, согнули. Это совсем разные движения. Опять же. То же самое, если вы делаете подсечку сзади, да, если у вас, например, это ту-степ или, не знаю, какой-нибудь бэк-свип, в зависимости от того, что вы делаете. Опять же, не имеет никакого значения. Подсечка есть подсечка, мах есть мах, и там, и там. И за этим нужно следить. Именно. Включайтесь и следите за этим. Да, например, если я делаю ту-степ, когда я выношу эту ногу, все понятно. Но когда я меняю и эту выношу, то же самое. Вот, она у меня уходит. И опять же, вы видите, когда я остановил, вроде бы уже не прилагаю усилий, но инерция ведет ногу дальше. Что это дает? В зависимости от того, что вы будете делать дальше. Я всегда говорю ребятам такой совет. Если мне говорят, что я понял, или Арсен, посмотри, мне кажется, у меня получается, я ему говорю сразу. Ребята, а вы можете отсюда зайти в пауэр? Если вы знаете заход, пробуйте зайти в пауэр. Если вы чувствуете, что маха достаточно, чтобы потом раскрутить и зайти нормально в пауэр, то можно быть уверенным, что у вас в той или иной мере уже получается именно подсечка, как мах. То есть вы вкладываете силу настолько, насколько нужно. Если нет, то ребят, как раз, сможет еще поработать. Далее, с подсечкой понятно. Теперь сразу же смежная тема, когда говорим о футворке, это таз. Конкретно вынос таза, когда вы выносите таз на футворке. Тогда, когда у вас ноги выходят вперед. Не назад, а вперед. То есть, 6-step, 4-step, 5-step, 3-step и так далее. Что это значит? Не просто я ногу выношу. Или там, вот, бам, бам. А вы представляете, что нога у вас начинается не здесь, а вот здесь. То есть вы захватываете таз и выносите уже всю вот эту часть вместе с ногой, а не только ногу. То есть, опять же, это надо включить здесь и задействовать таз медленно, с пониманием. Да, еще раз. На примере 5-step. Я выношу. Бам. Еще раз. Делаю медленно. Делаю, может быть, чуть-чуть гиперболизировано. Но это, ребята, все для того, чтобы вам было нагляднее и понятно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, сейчас вы должны были заметить, насколько я старался выносить таз вперед. Может быть, обычно, когда я танцую, я этого не делаю. Но если я ставлю цель повысить скорость, это будет однозначно одна из техник, которую я буду применять. О чем вы должны думать или, может быть, вам поможет это, если вы будете это делать, что происходит у меня в голове в этот момент. Когда я выношу таз, происходит такая задержка, как, знаете, когда вы, например, натягиваете тетиву лука. То есть, у вас тело находится в максимально напряженном состоянии, когда оно готово отдать полностью свою энергию. Что это значит? То есть, если я здесь выношу... То есть, после выноса таза подсечка будет максимально сильная. И я могу зайти еще более быстрое движение или перейти в какой-то быстрый заход через пауэр или через какой-то транзишн. Да, например, если я сделаю здесь зулу спин. Вынес, натянулся и в крайней точке отпустил, выплеснул еще больше энергии. Завершающий момент, третий, который я бы хотел здесь упомянуть. Это работа корпусом. То есть, понятно, да, скорость, футворк. Вроде работаем ногами, но я хочу у вас обратить внимание именно на корпус. Опять же, ребят, все уроки даю я, и это именно мое видение на данные темы. Что значит работа корпусом? Когда я думаю о футворке, скорости на нем, значит, что когда я делаю движение ногами, корпус у меня вспомогательную задачу выполняет. То есть, о чем я говорю? Если не нужно сделать, опять же, свип или зулу спин, я ногой двигаю в одну сторону корпусом, я буду двигать навстречу, чтобы, то есть, да, допустим, представьте, вот ваше тело не двигается, и двигается только нога, и доходит до крайней точки. А если у вас тело двигается навстречу ноге, то время именно до соприкосновения оно будет меньше, и само движение будет уже казаться быстрее. Да, то есть, опять же, на примере зулу спина. Если я захожу, я делаю хук, останавливаю, да, и только потом делаю зулу спин, нежели если я буду уже, когда я начал двигать, не дожидаясь, когда нога дойдет до конца, начать перекидывать руки и поворачивать корпус. Да, то есть, там, опять же, остановил зулу спин, и тело двигается вместе с ногой. Бум. Опять же, эту методику я стараюсь делать на всех шагах, которые у меня есть, не только на зулу спине. Тело навстречу ноге, да, например. Здесь. Думаю, именно вот об этой части плечи, грудь. Движение рождается здесь. То есть, вот я стою, вот, бум. Увожу плечо. Либо руки. Если эта часть не очень хорошо развита, вы не чувствуете, то старайтесь бросить руки. Просто бросайте руки именно вот. Бам! В сторону, навстречу ноге. Нога идет сюда, бросаю руки. Но, ребят, опять же, лучше всего корпус. То есть, если вы бросили корпус, руки так или иначе у вас пойдут вместе с корпусом. Поэтому работаем вот отсюда. Думаем о том, чтобы бросить, развернуть именно плечи. Да? Не голову, там, не живот, а именно вот отсюда. Бум. Бум. Итак, ребят, вот еще три варианта, три способа, как повысить свою скорость на футворке. Домашнее задание. Подсечка именно махом. Постарайтесь сделать заход на черепаху после подсечки. То есть, что это такое? Есть базовые движения. Тут же, например, три степа или, может быть, ту степ через черепаху. Как он выглядит? Да? Я залетаю, если я стою на правой руке, залетаю через левую ногу, левый свип. Да? И здесь залетаю в черепаху. И снова возвращаюсь. Раз, два. Несколько раз. Здесь вы должны почувствовать именно то, что вы машете ногой и переворачиваетесь на руку. Постарайтесь достичь эффекта, когда вы как будто бы запрыгиваете на стойку. Понимаете? То есть, не когда вы ставите именно вот, а когда вы именно запрыгиваете туда. Бум! Это, опять же, можно применять к тому, что я упомянул в последнем варианте повышения. То есть, да, когда я тело разворачиваю навстречу ноге. Следующее домашнее задание – это про вынос таза. Опять же, то, что я сказал. Ребята, попробуйте, кто владеет бэкспином, переходом в спину сверху, с монетки. Попробуйте перейти в спину через, да, через выход с выносом. И если вы умеете, например, гелик, флай, бочку продолжить. Если не умеете, то сделайте просто как какой-нибудь транзишн через спину. Да? О чем я говорю? То есть, допустим, я не умею делать ничего, но я пробую просто красиво лечь и сохраняю инерцию, как-нибудь продолжить движение. Бум! Опять же, акцент на вынос таза и работу вот этой удлиненной конструкции. Бам! И занос в пауэр или, опять же, какой-то транзишн через спину. Задача в том, чтобы сделать это мягко и вы почувствовали, что есть какая-то остаточная инерция, которая двигает вас дальше. Удачи!